Уже обещали. Горит красная лампочка. Все. Всем привет. С вами снова Айда. Наби на блоге «Мусульманки». Поскольку кое-кто стесняется разговаривать на камеру, хочет ему будет говорить за кадром. А теперь не врет. И мы сегодня расскажем вам, как мы познакомились в долгожданное видео. Где мы познакомились? Мы познакомились, как бы это ни звучало, книжно, в библиотеке. В кубе. В библиотеке. Я шла с книгами, и он мне навстречу. И мы нечаянно столкнулись, неожиданно мне книги выпали. Потом начал мне помогать. Потом мы встретились глазами и поняли, что это любовь. Шутка. Нет, вот да, мы действительно познакомились с библиотеки научной. Но мы туда пришли не за книгами, а просто у нас там было собрание азербайджанской молодежной организации. И я туда пришла впервые. И поскольку у нас Саратов небольшой город, а и азербайджанцев там не так много, поэтому примерно я хотя бы по имени знала ровесников. И Харик я тоже раньше знала, я потом ему рассказывала, что я его гораздо раньше узнала, чем в библиотеке. А ты меня знал? Нет. До этого не знал? Нет. И в интернете не видел? Нет. Примерно знала, что это вот Харик Байрам, что он учится в экономе, и все. Больше я, в принципе, ничего не знала. И даже не то, чтобы у меня было сразу же первое мнение о нем, когда я его еще про это увидела, я думала, что он такой, ну извини. Ну, я думала, что он такой бородяга, такой, ну, особо-то не любит учиться, книг, наверное, не читает. Это такой, ничем не интересуется, кроме как вот на улице погулять, повеселиться. Тусануть. Тусануть. Я ошибалась на самом деле, оказалось, что он учится сразу на три специальности на тот момент. Это учился же на три специальности. На 15. Ну, Харик, ну, хватит. На три, три. Вот. И, и, и... Ты расскажи. Помнишь этот момент? Как я была одета? Ты была одета в хиджабе. Да ладно? А ты черепикала. Ну, правда. Я помню, ты была... Ты была в зеленом платке у тебя, в стене шубаве. И ты была... В зеленом платке, в стене шубаве. Нет, я была в фиолетовом платке. Ну, я и тебе говорю, в фиолетовом платке. Нет, нет. В фиолетовом юнке, в фиолетовом платке. Я иду, Бог, хорошо. У нас даже фотография есть, между прочим. Ну, поскольку у меня было по отношению к Харику предвзятое отношение, и у него, как оказалось, тоже было предвзятое отношение по отношению ко мне. Расскажешь? То, что я думал, что девушки в хиджабе это далекие от науки, от прогресса люди, которые всегда замкнуты в себе, инициативны, неамбициозны. Ну, как видите, стереотипы не только я для вас сломаю. Вот оказывается, что первая наша встреча, такая, где мы реально познакомились, я сломала стереотипы для Харик. Вот тогда мы познакомились. На самом деле, легче всего я с ним заговорила. На тот момент я еще была очень-очень таким, как сказать, замкнутым человеком вот в плане отношения, ну, общения с противоположным полом. Мне казалось, что тут вот прям вообще нельзя. Там, мне было как-то даже страшно заговорить с парнями. И тут мы приходим, я и моя подружка, и мы никого не знаем, естественно, и внизу, и еще все девочки опаздывали на тот момент, и были только парни. Сколько их было? Сколько вас было? Раз, два, четыре, четверо парней. И мы с подружкой. И мы не знаем, куда идти, что делать. Вот. И я обратилась тогда к Халику первому, потому что мне казалось, что мне легче всего с ним заговорить. Почему-то не знаю. Не знаю, почему, но я именно его спросила, я говорю, Халик, а куда идти? И потом поняла, что я как бы чуть-чуть прокололась, потому что я сразу же назвала его имя, и как-то было понятно, что вот я его знаю до этого. И я такая, под конец такая, Халик, куда идти? Ты же Халик. А ты улыбалась. А я сказал, нет, я Шамиль. Потом уже девочки пришли. Мы пообщались, обсуждали какие-то дела, пару часов буквально сидели, и мне очень понравилось, потому что на тот момент у меня тоже был разрыв шаблонов, поскольку я вам уже рассказывала, что я думаю, что Халик недостаточно... Энн. Да. Ну, не настолько, но я думала, что он недостаточно образумный, и более того, к своему стыду, я думала, что среди парней азербайджанцев мало начитанных, умных, целеустремленных, таких вот... Интеллигенции. Ну, не сказать интеллигенции, но почему-то у меня такое было мнение, потому что я как бы до Амура я встречала в основном таких, которые не особо интересовались учёбой, не особо интересовались вообще тем, что происходит в мире политика, истории, литературы, и вообще всё, для них была пустота. Когда я пришла в Амура, на самом деле у нас там собралась такая компания, все такие умные, эрудированные, и парни тогда просто... Вот тогда реально у меня тоже произошёл разрыв шаблонов, потому что я поняла, что среди парней азербайджанцев очень много умных, начитывал. И они тогда, когда сидели, и спорили на тему литературы, истории, ну, то есть, вот это вот всё очень приятно меня удивило. И, собственно, и хай, тоже меня приятно удивил. Как мы друг друга узнали? То есть, поскольку мы были в одной организации, то нам легче было друг о друге узнать, как о человеке. То есть, первым делом мы друг о друге узнали через поступки, не слова. Вот это вот, мне кажется, что в этом плане нам повезло, потому что, если бы мы начали общаться и просто на словах друг друга пытались понять, то это было бы сложнее, потому что, ну, можно всегда всё приукрасить, но действия, они как бы говорят сами за себя. и тогда у нас были мероприятия благотворительные, у нас были какие-то там, вот именно... Акции. Акции, исторические даты какие-то отмечали, азербайджанские. И тогда я заметила, что Харльк достаточно ответственный парень, но больше всего меня в нём, как бы, скажем так, зацепило, то, что он очень, то есть, у него очень доброе сердце, потому что, когда у нас была благотворительная акция, я это заметила, то есть, он порой, бывало, что он там очень сострадателен был к людям, которым мы помогали, и прямо, то есть, скрыть свои истинные эмоции ему сложно было. Это, на самом деле, меня, скажем так, поразило и зацепило. Это был вот тот момент, когда, скажем так, лёд тронулся, и я начала смотреть на него, другими глазами, ну, естественно, там, я уже видела в нём хорошего семьянина, хорошего отца, хорошего мужа. Давай со своей стороны расскажи, как ты обо мне узнал? Как человек, как ты меня узнал? Как? Ну, меня всегда привлекали девушки, у которых есть своя личная гражданская позиция, своё мнение, и порой, если это мнение отличается от общественного мнения, как раз это то, что я искал. Надеюсь, это видео вам понравилось, если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны, и пишите в комментариях, какие видео вы ещё хотели бы увидеть на канале. А мы прощаемся с вами до следующего видео. Саляму алейкум, ва рахматуллах, ва барекеллах. Иди, не включай.